...по совместимость и несовместимость, то есть проявляется... Эту тему разбираем. ...в том, что один из партнеров любит, другой нет. Вот я заметила такую тенденцию, в жизни у меня очень часто так именно складывается. С чем это связано и за какого можно избежать? Спасибо, хороший вопрос, супер. Мы сейчас уже, в общем-то, говорим про одиночество. Это тема одиночества, она отдельно разбирается, это серьезная тема, но мы ее сейчас немножко обсудим. Знаете, что такое одиночество? Это когда человек принимает только один вариант жизни, а ему положен только другой вариант. Смотрите, то есть обычно хочется, чтобы я любил. Ну то есть хочется полюбить человека и быть с ним вместе, с любимым человеком, так? А по судьбе это не положено, по судьбе положено наоборот, чтобы тебе может встретиться тот человек, который тебя сильно любит. Но когда человек тебя сильно любит, а ты его совсем не любишь, это никакого восторга не вызывает, даже если этот человек очень хороший, согласитесь со мной. Согласны? Согласны. Теперь смотрите, если тебе человек сильно любит, и ты начинаешь просто ему служить тем, что если он хороший человек, развитый, правильно идет в жизни, но тебе по судьбе не положено его полюбить. Пока. Мудрый человек делает следующее. Из двух вариантов. Или я сильно люблю кого-то, и неизвестно, он меня возьмет или нет, потому что он меня не любит. Этот вариант не вариант. Здесь только один вариант остается. Меня сильно любят, а я не люблю. Вы выбираете этот вариант, начинаете служить этому человеку, заботиться, но при этом у вас никаких чувств к нему нет. У меня сейчас в жизни такая ситуация складывается. Одна моя родственница. У нее очень тяжелая семейная карма. И она встретила человека, с которым именно вот этот вариант. И так как она меня уважает, она сказала, «Как ты скажешь, так я буду делать». Я сказал ей, мы проанализировали, видит человек хороший, очень хороший человек. Любви нет к нему, а у него есть. Я сказал, все, нужно выходить замуж за этого человека. Она несколько раз подергалась. Нет, говорю, надо выходить замуж за этого человека. И потом она успокоилась. И дальше события будут разворачиваться следующим образом. Если вы начнете ему служить, в служении этому человеку, вы увидите хорошие качества характера его. Кого мы служим, того мы и любим. Когда мать служит ребенку, она видит чистоту в нем. Как только вы начнете служить этому человеку, вы начнете, капельки любви начнут прорываться в вашу жизнь, и вы постепенно станете очень гармоничной семьей с этим человеком. Понимаете? Но человек должен быть хотя бы приятен. То есть должно быть... Нет. А как жить с человеком, который тебе нет? Нет, не должен быть приятен. Как раз у женщины всегда так и случается, что или человек приятен, и тогда с ним можно жить, или он неприятен. И именно об этом я сейчас и говорю. Потому что здесь не бывает середины. Или он приятен, или неприятен. Это если он приятен, тогда все понятно. Это значит, я его люблю. Любовь идет от него. А если он неприятен, тогда значит, любовь идет от вас. Как правило? Надо сначала выйти замуж за этого человека. Микрофончик ближе, моя хорошая. Ближе. Вы хотите остаться одной или выйти замуж? Но, конечно, в больной семье есть. Я вам сказал тайну вашей судьбы. Еще один очередь. Нет. Вопрос только один у нас сегодня. Вы даже этот не переварите. То есть вам нужно общаться с теми даже человеком, которые в ней не очень... Вот смотрите, человек хороший. А как понять, что хороший... Вот, общайтесь для этого. Вот человек вас полюбил, ваша цель — понять, хороший человек или нет. Если я делаю выбор, что он хороший, это значит, что у меня уже что-то к нему. Замечательно. Молодец. Вы мудрый человек. Замечательно. Но при этом у вас будет отвращение к нему. Не знаю. Я знаю. Послушайте меня внимательно еще раз. Есть люди, которым суждено быть одинокими. Причина одиночества сейчас вам будет объяснена. Слушайте внимательно. Энергия любви или влюбленности — это энергия Бога. И когда человек по своей судьбе не имеет к этой энергии достаточно уважения, то он очень сильно хочет, чтобы она у него была. Настолько сильно хочет, что он просто вытаскивает эту энергию из сердца другого человека. Понимаете? Это происходит все подсознательно. И мы эти вещи не контролируем. То есть есть люди, которые уважают энергию влюбленности. И в принципе у них всегда более-менее гармоничные отношения создаются, потому что они эту энергию не тащат ни из кого. Но есть люди, которые настолько сильно хотят этой влюбленности, что когда они видят человека, с которым может быть гармония, то в этом случае они, вытягивая из него эту энергию влюбленности, вызывают к себе неприязнь. И в результате возможность создать семьи обрывается. Понимаете? То есть человек чувствует насилие к себе. Так и было. Но надо знать, что такая же точная ситуация будет и в противоположной варианте. То есть точно так же и человек, который вас полюбит, он будет относиться к вам точно так же. Он просто будет вытягивать из вашего сердца эту энергию любви и вызывать к себе неприязнь. Услышьте меня сейчас. Это ваш вариант. Потому что вы точно такая же. Пожалуйста, услышьте меня. Иначе вы останетесь одна. Раз вы встали, значит, уже Бог вас предупреждает. Дальше не надо больше никаких размышлений. Я чувствую рядом с вами человека. Это правда? Нет, сейчас нет никого. Но он был же. Он ушел. Тот, кого я любил, ушел. Бестолковая. Я говорю сейчас не о том, который вы любили. Нет, я не чувствовала... Очень скоро вы встретите такого человека. Да? Да. Я вам все рассказал, что делать. Спасибо вам. Нет, нельзя. Это уже от жадности второй. От важности первой, от жадности второй. Молодой человек, вот, передо мной, да? Вы по теме? Да. Мужчина, если вопрос задает, это значит, это серьезно очень. Всем добрый вечер. Ситуация следующая. Мы с женой ждем второго ребенка. И здесь у меня вопрос семьи и правильная работа складывается. Дело в том, что поднимая мою прошлую жизнь, так получается, что в нашей семье решающее слово имела мать. То есть все важные вопросы решала она. Нормально. Что касается моей семьи, то мне тяжело сейчас перебороть ситуацию. В общем, опыта общения как такового, ну, не опыта общения, а примера как такового нет. Ну, такого, чтобы... И все. Сейчас складывается такая ситуация, что... Я могу объяснить, какая ситуация складывается? Да. Сейчас складывается такая ситуация, что вы должны стать мужчиной. Дело в том, что содержать семью у меня получается... Я сейчас не об этом говорю. Вопрос, где взять силы. Оттуда. В смысле, сверху? Ну, есть два варианта. Или сверху, или изнутри. Человек может Бога увидеть или сверху, или изнутри. Вы какой вариант выбираете? Который более приемлемый. Ну, тогда вы идите в храм и молитесь. Если вы почувствуете Бога в своем сердце, значит, изнутри. А если на алтаре, значит, сверху. Но сами вы не сможете стать ответственными. Вам нужна помощь. Вам нужна сила свыше. Принятие решения означает взять на себя тяжесть и жизнь. Запомните, садитесь, я вам сейчас кое-что расскажу, мои дорогие друзья. В этом мире есть женщины и мужчины. Женщины рождаются женщинами для того, чтобы быть счастливыми. Женщина, женское тело предназначено для счастья. Поэтому женщина никогда не должна принимать решения. Потому что принятие решения означает груз судьбы, а не счастья. Как может человек, который имеет груз судьбы, быть счастливым? А женщина должна быть счастливой. Поэтому женщина ни при каких обстоятельствах рядом с мужем не должна принимать решения. Она должна быть счастливой. И тогда она даст возможность мужчине принимать решения. Потому что мужское рождение предназначено для того, чтобы взять на себя эту аскезу, тянуть груз судьбы. Когда мужчина не тянет груз судьбы, женщина приходится за нее тянуть. И она тогда стискивает зубы, становится некрасивой, у нее нарушаются гормональные функции. И она становится ворочливой тогда. Но если мужчина берет на себя аскезу и кряхтит, мучается, приняв решение, тогда он становится здоровым, сильным и счастливым. Сейчас пришло время вам понять, в какое тело вы попали. Это касается каждого человека. Когда-то он должен это понять. Если женщина тянет на себе груз своей судьбы, много работает, сама себе зарабатывает деньги, как она может выйти замуж? Замуж выходят только женщины, которые хотят быть счастливыми, а не сильными. А это в противоположной течении льки. Женщина, которая хочет быть счастливой, она расслабляется в жизни. Она перестает так много уделять внимания самодостаточности, самообеспечению. Она просто красится, улыбается и любит всех. Но при этом она как-то выживает, что-то делает, не сильно в это вкладываясь. И тогда она становится успешной. А мужчина становится успешным, когда он берет на себя тяжесть жизни, трудится, страдает, мучается и терпит всё, что ему преподносит его любимое. Смешок пошёл такой по залах. Вы услышали ответ на ваш вопрос? Или вы ещё хотите уточнить? Сейчас пришло время вам взять ношу, потому что когда происходит зачатие, обостряется сильно судьба. Она обязательно обостряется в том, чтобы мужчина не чувствовал любви к себе. Иногда она обостряется в сторону увеличения проблем в жизни. Эти проблемы надо решать мужчине в этот момент. Таким образом, всегда, когда зачатие происходит, новый виток судьбы происходит, и у человека наступает кризис. У него возникают какие-то трудности, которые надо решить. Так всегда судьба закаляет человека для того, чтобы он стал более серьёзным, ответственным перед тем, как родится новый ребёнок. Да? Дело в том, что закалять-то можно, но на работе ещё повысили. Дело в том, что у меня до этого были должности. Я управлял людьми, но не таким количеством. А сейчас ещё и повысили в должности. Она мне предлагалась лет пять назад. Микрофончик дайте назад верните. Видите, его повысили в должности сейчас. Вас повысили в должности. Лет пять назад мне предлагали эту должность. Ребёнка же тогда ещё не было. Ребёнка тогда не было. Сейчас и ребёнок, и соответственно, и должность. Вот и поэтому и должность, что ребёнок появился. Я как раз об этом сейчас и говорил вам. Теперь вы поняли, да? Что будут мучить дальше. Мужчину всегда мучают. И чем больше мучают, тем крепче он становится. Надо это принять просто. Принять в жизни мужчине. И женщине так нравится, когда мужчина принимает. Она такая счастливая. У меня мужчина принял, что его мучают. Он такой хороший. Я так ему рада. В принципе, получается такая ситуация, что... Ну, знаете, раньше игра была в электронику. Там, где-то, 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 где-то. Волк-яйца ловил. Включаются эти проблемы. Они катятся-катятся, и... Ну, уже сил нет, чтобы протереться, понимаешь. Вы, вы... Вы не страшны, что скажете. И... В храм идешь, молишься, но спокойствие наступает. На очередной день я очередной храм. Спасибо вам большое за то, что вы это все говорите. Это все для всех мужчин. Запомните вот то, что он сейчас говорит. Видите, слышали, мужчины? Это касается всех нас. Нас судьба и дальше будет мучить так же. Они будут катиться так сильно, что поднять их просто невозможно. Это правильно. Это и есть жизнь мужчины. А женщины довольны. Молодцы. Преимущество женского рождения такое. Что она счастлива, когда мужчина кряхтит. Когда он перестает кряхтеть, она страдает. Думает, что же он не кряхтит, гад? Это же мне придется кряхтеть теперь. Кряхтеть кто-то должен в семье. И кряхтеть должен мужчина. А женщина тогда будет красивой и счастливой рядом. Помните песню вот эту, которую Аида пела? Будь со мною ласковым, будь со мною нежным. Помните, нет? Будь со мною ласковым, аскеза для мужчины. Будь со мною нежным, аскеза для мужчины. Будь со мною бережным, аскеза для мужчины. Будь со мною прежним, аскеза для мужчины. Говори счастливые слова, аскеза для мужчины. Говори глупые слова, еще больше аскеза для мужчины. А она такая. Движемся дальше. Навесило нормально уже? Еще мало? Нормально навесило? Хорошо, да? Теперь смотрите, что взамен. Взамен только две вещи. И если сейчас эти вещи мужчины услышат, им этого достаточно, чтобы ради женщины умереть. Слушайте две вещи, ради которых вы взяли девушку замуж, ради которой у вас рождались дети. Две вещи всего, ради которых вы живете. Она вам сейчас их подарит. А вы думали, она что-то сделать должна, да? Она ничего делать не должна, она просто становится красивой и не выносит вам мозги. И все. Это и есть семейное счастье для мужчины. Вот для этого вы живете, аскезы совершаете. Так, нам надо было посмеяться, потому что сегодня лекция тяжелая. Ну вот женщина, там вот, да, девушка. Вы. Не оглядывайте, там больше вообще никого нет. Здравствуйте, это Евгений Геннадьевич. У меня такая ситуация, я познакомилась с близким человеком, и через два месяца он мне сделал предложение. И все, в принципе, было так, достаточно по правилам. Ну, то есть сначала поженились, потом ребенок. Но после того, как родился ребенок, он совершенно изменился и стал пить, и домой его не тянуло. И он решил со мной прекратить жить. Вот. И отобрал ребенка. И сейчас надоет год видеться с ребенком. И я вот не знаю, что делать. Я молюсь, как нужно. Но не знаю уже, что. Либо разводиться, подавать на развод, либо подать не разводиться. Он не разводится с вами? Нет, он не живет. Он живет на съемной квартире с другом, наркоманом. Он ходит в публичный дом. То есть ребенка видит четыре раза. А почему вы не можете у него взять ребенка? Ну, потому что мне не открывают дверь, ребенка постоянно там... Надо просто решать это с помощью властей? Ну вот да, я обращалась в ОВД, и тут муж вернулся. Мне кажется, просто что... Моя хорошая, попытайтесь понять сейчас, что вопрос не в том, вам вместе жить или не вместе. То, что вы рассказываете, это чистейший криминал. А когда в жизнь приходит криминал, надо просто установить закон. То есть вы должны сейчас обратиться в серьезные органы, к серьезным людям. Потому что то, что вы рассказываете, это уже уголовное дело. По всем статьям. Ребенок находится в наркотической среде, понимаете? То есть он живет с другом. То есть там еще кое-что может происходить параллельно с этим со всем. Сколько лет ребенку? Какого пола? Два годика девочка, но она у матери его живет. А он живет в насиленной квартире. Вам надо обращаться в соответствующие органы, решать вопрос с помощью суда, ставить вопрос ребром, возвращать себе ребенка, а потом думать, что делать с этим человеком дальше. Жить с наркоманом – это безумие. Нужно молиться для того, чтобы его привести в чувство. Если он не придет в чувство, ставить ему условия, срок определенный. Если он не хочет это все решать, значит, дальше думайте, что вам делать. Вот вы не бросали никого, потому что это его выбор. Жить безумной жизнью или жить разумной жизнью. Животным жить невозможно. Ну, я вам сказала, что ему так лучше, но хорошо. Моя хорошая, сейчас вопрос не о нем, а о вашей дочери. Дочь должна быть с вами. Вы должны ее вернуть назад. Это первое, что нужно сделать. А разве подавайте или... Вам надо вернуть себе дочь сначала. И вернуть дочь и молиться, да? Ну, сначала молиться, потом вернуть дочь. Как вы будете вернуть дочь, если вы не будете молиться? Я буду молиться. Вот вы год молитесь, вам Бог дал ответ сейчас. Спасибо. Делайте то, что я сказал, немедленно. Вам надо обраничаться в правоохранительные органы. Кто из вас юрист, как вы считаете, это серьезная ситуация? Куда я обратиться? Кто из вас юрист? Кто может помочь? Кто может помочь? Здесь в зале кто-то есть? А? Я уже обращалась. Там уже два раза... Поднимите руку, кто из вас может помочь этому человеку с помощью своих действий? Может быть, вы юниорист, но вы знаете, что делать. Кто из вас может взять и решить этот вопрос для нее? Как вас зовут? А? Юлия? Вот в этом углу, вот здесь вот, подойдите после лекции и встретитесь вот с этой девушкой. Как вас зовут? Надежда. Надежда и Юлия встречаются после лекции, решают вопрос. Хорошо? Помогите ей, она просто не умеет, а у нее нет способа это сделать. Все, садитесь. Все, все решено. Вы на первом ряду общаемся? Спасибо вам. Вроде все по теме у нас. Ну вот, что-то очень много, вот одной темы. Родился ребенок, разрушилась семья, прямо постоянно одно и то же. Надо подумать мне об этом почему-то. Здравствуйте. У меня вопрос про разрушение семьи, скажем так. Полтора года назад у меня вообще, у нас вместе, ну, мы же уже 25 лет прожили и стыдно болит. Вот. И полтора года назад я не выдержала и ушла. Потому что... Нормально. Бывает такое, что делать? Сил терпеть все, все не было. Ну, нормально, что делать? Вот. В последнее время я поняла, что я могу вернуться, что... Опять нормально. Вас ждут? Появились. Вот. Вас ждут? Сын меня ждет. А сын с отцом остался? Сын остался с отцом, потому что он там сидел. То есть там было все организовано для него, и, в принципе, мы общались все это время. Вы просто концептуально не знаете, зачем жить для инвалида, да? Нет, я, в принципе, приняла эту ситуацию. Нет, я говорю сейчас не про ситуацию, а про смысл жизни. Я не знаю. Вот в этом вся проблема. Хотите узнать? Хочу. Но еще у меня просто за это время у него появилась женщина, и все еще стало сложнее, скажем так. Ну, вы можете вернуться назад или нет? Я вернулась. Вы вернулась? А он сейчас живет там же с вами? Он живет со мной, но периодически ездит к девушке и общается с ней все время. Ну, вы получили наказание за свой поступок, ведь правда? Я это понимаю. Ну, нормально. Значит, если понимаете, значит, ситуация закончится скоро, он наездится и все. Ну, как бы, вот, во-первых, я не... Действительно, у меня нет понимания про сына, как мне себя вести. Только молиться я могу за него, и все. Это очень сложная тема. Она сложная для людей, которые присутствуют в зале. Но раз мы должны сейчас об этом говорить, значит, мы будем говорить. Вот смотрите, допустим, у меня недавно на лечении была девушка, которая слепнет. Ну, такие сразу все болезни в одну сторону. То есть несколько заболеваний глаз сразу, и лечиться очень сложно. Чувствительность высокая. Что не делаешь, все, как бы, очень сложно поддается тому, чтобы она не ослепла. Сразу возникает вопрос, а почему она должна ослепнуть? В чем причина? Ну, вот зачем это, если это, как бы, Бог справедлив? Если счастье — это результат жизни, тогда зачем такую ставить судьбу человеку в основу его жизни? Которая приводит его к тому, что он перестает видеть свет белый. Как вы думаете? Видеть не хочет. Мне кажется, судьба просто. Мои хорошие, вы не ответили на вопрос никто, к сожалению. Есть две категории людей. Одни люди имеют маленькое озеро. Слушайте меня. Одни люди имеют маленькое озеро, вот здесь, внутри. И им не нужно давать много. Такому человеку, если дать чуть больше, он ломается, и смысла нет никакого в его дальнейшей жизни. Озеро — это та зона, в которой человек может брать силы. То есть озеро судьбы, то есть озеро счастья может быть очень большим в сердце. И тогда груз человеку дается большой в жизни, потому что он должен все свои ресурсы задействовать в этой жизни. А если сердце слабее, там меньше силы, тогда меньше груза. Но надо знать результат. Если вот эта девушка станет счастливой, несмотря на то, что у ней такая болезнь, она станет не такой счастливой, как мы. Она станет в сотни, а может быть и в тысячи раз более счастливой. И если задать себе вопрос, а почему именно так? А потому что именно так ей надо. Понимаете, она не должна уже жить обычной жизнью. Она уже прожила это все. Ей нужны такие экзамены, которые сдавать кроме нее, может быть, никто и не сможет. И я хотел просто убедиться в этом, так это или нет. И я начал откровенно общаться с этой девушкой. Она мне сказала, вообще я всю жизнь мечтал жить в монастыре. Такую фразу любой человек не произнесет же, правда? Такие фразы могут произносить только особые люди. Не те люди, которые как обычной жизнью живут, а избранные. А избранным человеком никому быть не хочется. Вы уже занимались духовной практикой в прошлой жизни. Не в этой, в прошлой. Вы уже жили отреченной жизнью в прошлой жизни. Не в этой, а в прошлой. Вы уже сдавали подвиги души своей, души своей подвиги. Перед Богом сдавали в прошлой жизни. И вы уже в прошлой жизни просили Бога о том, чтобы Он не дал вам наслаждаться жизнью, а давал вам тяжелый груз. Вы уже это делали в своей жизни. А теперь, когда вам Бог это уже все дал, почему вы теперь не согласны с этим? Скажите мне. Потому что я это не помню. А теперь вы должны, пришло время вам это понять. Знайте, что если вы вложите силы души вашей в эту душу, которая не может даже осознать себя как человека, которая живет как непонятная еще, как может быть как животная. Если вы сможете в эту душу вложить свою силу души, ваша сила души станет настолько сильной, что она сможет помогать всем вокруг. Она рассияет, рассветет. И поэтому Бог вам и дал такое препятствие, что вы выбраны им для этого. Именно вы выбраны, а не кто-то другой. Но понять это только можете вы сейчас, то, о чем я сейчас говорю. Все остальные, если бы попали в эту ситуацию, они бы не выдержали. Поэтому Бог не дает им эту ситуацию. Я сейчас как бы пришла к тому, что мне хочется, например, вставать, вот, например, легко, вставать на 5 утра, начиная молиться. Вот, простите, вот, что ты делаешь. Вот это, это и это? Конечно, вы же им уже шли раньше. У вас все, вы все вспомните. Все, что человек духовного достиг в своей жизни, он никогда это не потеряет. Все вспомнится. Знаете, я для вас кое-что скажу. Уже несколько раз я, мне снился такой сон, в котором я видел события очень явно в своей жизни. И потом я ночью просыпался, анализировал и понимал, что в этой жизни я этих событий не совершал. Но как будто бы эти события, это мои события. И я этот сон видел реально, как будто я вот сплю, обычно человек спит и живет чем-то, да? Он живет тем, что прошло, что было в его жизни. Он как бы это переваривает в своем сознании. И я так же перевариваю все, потом просыпаюсь и вижу, что перевариваю я то, что я переваривал раньше, что в этой жизни этого события не было. И время совсем другое, потому что я видел другие постройки, других людей, другую культуру, другую жизнь. Но это моя жизнь, это то, что я жил. Понимаете, я начал чувствовать зачем-то прошлое. И потом я начал настраиваться на это, думать об этом очень сильно. И знаете, что я узнал? Что вот это все знание о своем прошлом Бог мне дает для того, чтобы я понял, что жизнь человеческая без глубины душевной работы абсолютно бессмысленна. Потому что я в тех жизнях видел примерно то же самое, что я и делаю сейчас. Ничего не меняется, понимаете? Как было, так и осталось с точки зрения самой жизни. А с точки зрения Бога все меняется сильно. Если человек посвящает свою жизнь работе над душой, над своей, эта жизнь не бесполезна, она реально очень важна. А Бог вам дал такое служение замечательное. Душу человеческую растите. Примите от него эту ночь. У нас, к сожалению, время закончилось с вами. Мы бы, конечно, еще часов пять посидели вместе. Ну, как бы, нам надо расставаться, поэтому давайте сядем прямо, пожелаем всем счастья по нашей традиции в конце. Спасибо. Спасибо за вашу теплоту, за вашу любовь. Надо вспомнить святость в своей вере, в своей традиции, в своей культуре. Настроиться на служение внутреннее в сердце. И вот все, что вы чувствуете чистого и светлого в своем сердце, о своем наставнике или изображении Бога, или священном писании, святом месте, святой воде, святой земле, останках святого человека, то, что, через что вы связаны с Богом. Вот эту чистоту надо и отдавать другим людям. Через фразу «я желаю всем счастья». То есть в этом заключается сейчас наша практика. Что мы делаем? Мы вспоминаем чистоту и, повторяя «я желаю всем счастья», отдаем ее другим. Так закаляется сердце в труде над своей судьбой человек. Потому что, когда мы в этот процесс войдем, я вспоминаю чистоту и в молитве или в повторении «я желаю всем счастья» отдаю другим. Или отдаю объекту чистоты, святому человеку. Что еще лучше? Тогда в этом случае придет время, и мы пройдем три этапа жизни. Первый этап — сердце становится спокойным. Второй этап — в сердце возникают то же самое, что возникало. Мои события, мои жизни. Ушедший из моей жизни человек, или бросивший меня человек, или неудачи какие-то в жизни, или болезни. Все это возникнет так же, но разница будет заключаться в том, что на первом плане у меня в сердце будет служение Богу и чистота. А на втором плане — моя жизнь. Потому что до этого все было не так. На первом плане всегда была моя жизнь, а все остальное на втором плане. Так вот, знаете, когда ваша жизнь уйдет на второй план, а на первом плане вы будете желать всем счастья и чистоту чувствовать, не отвлекайтесь, пожалуйста. Я говорю очень важную вещь сейчас. Не отвлекайтесь, слушайте меня. Когда на первом плане вы будете чувствовать чистоту от Бога, а на заднем плане вы будете чувствовать свою жизнь, с этого момента у вас появится возможность вашу жизнь изменить. То есть мы сейчас к этому стремимся. Первые признаки того, что мы побеждаем судьбу — спокойствие в сердце. Дальше постепенно вы сможете вспомнить о своей судьбе, не отвлекаясь от служения Богу. Субтитры создавал DimaTorzok